всех приветствую с вами я веган христолюб мы с вами сегодня поговорим в очередной раз о библии поводом к записи видео явился комментарий к одному из моих видео книги царств 4 книги царств написала евгения новикова читаю следующем переводе после смерти ахава мав восстал против израиля однажды охозе упал через решетку своей верхней комнаты в самаре и покалечился он послал вестников и сказал им пойдите спросите вал зевула бога икрона оправлюсь ли я от своей болезни в это время ангел иеговы сказал все святянину илье встань пойди навстречу вестником царя самарии и скажи им разве нет бога в израиле что вы идете спрашивать вал зеву зеву во бога икрона так говорит егова ты не встанешь с постели на которую лег потому что умрешь сказав это илья ушел но евгения спрашивает но она процитировала перевод некий и спрашивает дмитрий тяжело ли вам воспринимать этот текст если вы читаете синодальный перевод я уже писала что иллюстрации в библии так ну я сразу отвечу тогда по поводу чтения переводов ну понятно у человека есть дело привычки не зря существуют такие понятия как в языке как это но вы поняли да что-то слово из головы вылетел наречие да то есть мы вроде там те же самые русские возьми возьмите английский язык американский как угодно его называйте в англии оказывается в разных регионах разный английский ну а чего удивляться когда такое слышишь как будто и в россии один и тот же нет он везде отличается везде есть свои слова вы в деревню приедете здесь многие слову слова употребляют которые там городские не употребляют я когда-то да из города так скажем в деревне переехал то действительно понятно ты все понимаешь хотя некоторые я помню слова я спрашиваю врачу ты что значит я вам даже сейчас примере не не могу немножко сказать ну в общем кто знает это тот понимает меня не прям конечно большая разница но опять же есть слова вообще другие так скажем есть ну или старый как говорит слова но неважно ты тоже их не понимаешь по поводу говору уж там кто там всех воронежцы как я гакают может это и так я со стороны не слышу москвичи там по-своему их там передразнивают они говорят с таким каким-то полупафосом тянущимся до в питере по-своему в сочи естественно там отголоски востока и кавказа да вот юго-востоком то есть действительно так и поэтому по поводу чтения если есть отличие конечно я долгое время помню ну к библии будем в частности опять говорить я читал снова в синодальном переводе так случилось да так получилось вот и мне он потом как-то и лег конечно одной стороны ближе и когда я потом специально читал уже другие переводы и исследовал и просто читал некоторые даже не чуть ли не отторжение вызывали почему опять же потому что синодальный привод перевода лег так скажем до усвоился и ты уже с ним сравниваешь это неправильно вот и поэтому их сначала на кодор был оттожжение но кстати могу пример привести с тем самым новым русским переводом он тоже мне все они не заходил так скажем но со временем когда я в полноте утвердилась в познании истины я новый русский перевод с удовольствием даже читаю мне не очень нравится там есть совсем современный по-моему называется тоже так хотя тоже опять я уже его сравниваю синодальный с новым русским кстати достаточно близок все равно теперь я могу сказать хотя говорю когда ты он мне благая весть или по-моему там новые там тоже целая история села то одна была организация потом она чуть разделилась там все это но кто знает тот тоже понимает о чем я говорю есть там совсем я помню другой современного он так и называется другого издания но он прямо совсем уж такой знаете легкий как говорят такой жаргонно молодежно и даже мне как бы немножко противоречит да но это опять же это все субъективно то есть я даже это в сам в себе никогда не делил на добро и зло на истинную ложь он не заходит как я вам всегда говорю никогда не путайте добро с красотой и зло с так называемым уродством по уродства вообще в принципе не существует посмотрите на божье создание на земле на природу на животных на людей это для меня он так скажем это животное какой-то все там ползет какой-нибудь это амфибия там на 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 днище марианской впадине там посмотришь а жуть как страшно и уродливо ну это для меня уж я его никогда не видел с кем-то своими не казино коми в голове а у бога на прекрасно да да есть деревья стройная искраине все вот такие вот кривые понятия красоты и добра это несовместимые понятия добро и зло да есть грань поступай с другим так как хочешь поступали с тобой зло причиняет кому-то страдание добро причиняет радость через удовольствие зло причиняет страдания через боль а красота мне нравится девушка другой вообще равнодушно можешь сказать что за уродина да тоже сам я могу относительно его выбора сказать вот на пинут я опять же про раньше если такого никогда не скажу ну это даже сейчас в конечно в голове у меня есть она не в моем вкусе как я говорю да это дело вкуса на вкус и цвет фломастеры разные то да да конечно да пока я не ты мог такой очень бряхнуть в чью-нибудь сторону кому-нибудь конечно после покаяния познание истины я такого себе никогда не позволяю потому что познал истину да то что не нравится мне это не значит что это некрасиво для другого это красиво поэтому у тебя кстати это очень немаловажно и восприятие жизни через познание истины потому что никогда не достигнете совершенства вот не приняв это и многие не принимают сколько я говорю по себе знаю по своим проповедям не принимается это но не принимается снова конечно людьми вот именно опять рабами ограниченными которые рабы культов чужих мнений авторитетов бумажек чего угодно собственных страхов вот такой принять могут только освободившиеся от всего обретя полную свободу самого себя ты сам себе принадлежишь и ты только сам за себя в ответе и ты тот кто ты сам себя что построил это очень важно и ты в ответе за это сам бог не будет ни в чем на тебя как любит все на бога вали зелье наоборот на дьявола нет ты сам когда человек вот эту принимает ответственность полную за свою жизнь тогда у него все становится на свои места тогда он отодвигает все стереотипы все авторитеты страхи и живет так как он считает правильным пусть на сегодня он может ошибиться но он делает так как он он лично он сегодня считает правильно когда приходит понятие вот этой красоты и добра чем я тоже как вы знаете не редко говорю потому что очень важно вас куча религиозных бредни вот этих мировоззрений не истинных ложных несущим людям зло разбивает там плохие теле хорошие красные волосы или зеленые там покрасился грех это или не грех с короткая на юбка ли с длинной с бородой на ли без бороды да у вас сразу вся эта чепуха разбивается в клочья сразу понимаете что такое красота что такое добро такой грех если уже религиозным языком выражаться что такое праведность праведник может быть хоть с салатовыми на голове волосами и с розовой бородой это не имеет значения никакого а грешник может быть самый настоящий внешний праведник фарисей которые распинали иисуса христа внешне идеально выглядя все как по закону человек испытывает радость от творчества от изменений от придумывания этих экспериментов во всех областях мироздания божьего это ни в коем случае не грех это очень важно вот поэтому по поводу возвращаемся это я вот так в общем но это это все в контексте сегодня говорю просто знаете я не умею говорить краткие слоги я говорю всегда про странные речи вот по поводу поэтому переводов здесь это опять же конечно в самом комментарии жене ничего такого тоже не говорил не то что я тут отвечаю что она там укоряла какой-то период нет я более просто про странно пытаюсь тему объять вот если ближе к ее конечно комментарии то ну вот я прочел же вам слух без особых запинаний но первых потому что я текст не текст что за текстом хорошо знаю то есть это в общем то она и процитировала четвертую книгу царств историю с ильей и царем когда там помните упал расшибся и не знал выжить нет посла там придворных спросить у визе у визе улов встретился по дороге посланником пророк сказал чего вы там ходите да то есть я сам знаю я грубо говоря хорошо знаю текст неважно какой я могу просто прочитать это кстати нужно не знаю текста и новый текст любой пусть даже на своем супер родном супер твою с твоим наречиями всеми этим будешь считать тоже может криво просто от незнания вот если ты знаешь ты и какой может даже близ его там ты не знаешь текст даже на белорусском и какого-то вот я не знаю других языков принципе кроме русских даже близких к русскому но я думаю что я и на белорусском мог бы прочитать просто зная и слова наверняка многие полу похожи на же там у этих языков до украинский там белорусский вот и ты бы мог прочесть даже и понять то что я знаю я пару слов увижу складных я вспомню события просто если я сразу вижу вижу илья там царь зевула как бы там и по белорусски не звучало я сразу так это вон там какой событий эпизода я его смогу дочитывать то скажем в голове просто читаете слова вот и все произнося их русскими буквами так что по поводу переводов читать то можно вопрос что тебе идет да и какая цель там разных переводов то очень важно одно дело для красного словца если ты хочешь там что ну читай какой тебе удобнее да я когда в православии практиковал и в храме там вот все читал апостолов и я терпеть не мог церковно-славянский болеводский язык сейчас я так специально говорю опять с таким наездом ну вы знаете да смысл всего этого читает лишь бы людям было непонятно он может и красивый был и он был нормальным в свое время когда этот был народным языком причем не церковно славянский обычный был славянский язык для того времени конечно найдите посмотрите древние рукописи там на руси 10 века язык был точно такой же как и по всему миру писался в строчку там чуть ли не без гласных без пробелов без ничего посмотрите древние рукописи там славянские ты разве сможешь еще спросить нет поймешь ли ты там чего тоже нет да вот и когда славянский какого-то там уровня на котором сейчас зачем-то люди идиоты просто меня какие я могу слова подбирать прямые слова чтобы давать определение понятиям и событиям читают людям вообще на непонятном языке вообще на непонятном церковно славянский язык в современном мире не понимаем обыденному человеку не понимаю возьмите католиков на латыни читает господи вот это все и чистый шкульт почему круг когда там спорить начинает это чистый культ бормотание на непонятном языке какой смысл в этом вообще разве иисус говорил на ангельском языке с иудеями с евреями своими учениками или с теми кто даже хотел его убить нет конечно говорил на понятном им языке абсолютно народном языке его все понимали вот что такое проповедь посмотрите на эти культы религиозные всю дурь какую можно только от культа взять они естественно себя и взяли потому что они есть этот культ вот поэтому здесь читать да как понятно тебе если тебя воспитали там на переводе короля якова ну читай его хочешь попробовать другое это полезно полезно вообще понять там по поводу переводов ты когда читаешь разные переводы видишь что библия косо людьми написаны переписаны переведенная перетолкованная кто со мной читает я не знаю осилие в своей жизни я начал меня полностью заодно приглашаю всех кто смотрит ролик на другой свой канал не на котором нет на котором в эту проповедь видите это слово на другой канал отдельно выделены христолюб чтение библийных писаний там вся библия целиком записан сейчас коран там еще выкладываю и новый завет даже я начал второй раз там читать не знаю закончу я как раз читаю специально параллельно но начал по крайней мере тому же марка написал и матфея до конца на горной проповеди вот я читаю там даже специально в двух еще и переводах ну во всех не прочтешь это совсем будет огроменный нереальный труд бессмысленное возможно вот но я взял как раз сравнить хотя бы для тех кто никогда этим не занимался параллельно сразу читаем синодальный и новый русский перевод и уже там есть места в той же сам на горной проповеди где смысл не то что там близко что-то прямо противоположные прямо противоположные но одно из мест если чтобы не голословным быть вообще проще не вас отослать просто найдите на канале если не найдете канал и все эти там там все по полочкам все плейлисты все книги найдите матфея на горной проповедь и посмотрите где-то про про милостыню да как там что там написано там новый русский перевод как раз отражает правильный смысл иисус говорит там не будьте праведными по наружке и в контексте всего этого говорит не подавайте милостыню только для того чтобы вас люди просто публично запрещает подавать а чтобы у тебя одна цель чтобы тебе потом на выборах избрали то же самое с молитвы что фарисеи молились публично только с одной целью чтобы пальцем тыкали говорили мой праведничек пошел только с этой целью это с этой целью не делайте это не запрещал публичные молитвы он сам взывал к богу публично благодарил отца небесного не раз публично это такая же молитва он это делал дел благодарю тебя господи что открыл это до детям души духовно что все это являешь когда хлеба преломлял да пожалуйста благодарил иисус публично это такая молитва слава тебе господи с какой целью ты это делаешь вот было там все было как переведено в новом русском переводе отвратили в синодальном отвратительный смысл вообще меняющийся до что типа не будьте праведником чуть ли не так но я сейчас не хочу вдаваться надо открывать все вот я там все это рожу я даже надо видеть уклоняюсь до зря так что вот так вот поэтому по поводу переводов это не суть важно легко даже нелегко иногда можно чет подрудиться когда тебе нелегко не все в жизни надо делать что легко да просто женя спросила легко ли вам читается ну легко нелегко в жизни если делать все только что умеешь никогда ничему большему не научишься да что-то берем сюда новенькое делаем трудное для себя и перешагивая перри понуждая себя каком неком труду ну что чему-то научаемся что-то познаем так что если есть есть в этом смысл есть то можно почитать и то что нелегко то что может язык ломает вот вполне поэтому давайте еще почитаем что она пишет так я уже писала что иллюстрации в библии на вашем сайте это превосходно для моего восприятия из-за них и подписалась на ваш канал собственно по поводу иллюстрации ну да картинки это вообще круто я как-то говорил не раз если бы я умел сам прекрасно рисовать быстро красиво качественно то я бы наверняка и заиллюстрировал еще весь хотя бы новый завет ну точнее евангелие ну с книгодеяний может в посланиях там ничего в основном иллюстрировать такие тексты более более ученый просто передается смысл вот а конечно евангелие для иллюстрации от прям находка да но не зря много достаточно большое количество без мировой известность художников рисовали иллюстрировали евангельские события есть прям целыми этими есть вплоть до книг да я фамилии не очень хорошо знаю не буду называть но если вы посмотрите всяких разных народов мира где действительно вот но вплоть до современных да поэтому я действительно с удовольствием с евангельского мох я брал все подряд просто через картинки искал там и на яндексе на гугле дам уж какие-то меня тоже не совсем устраивали они не совсем отображали правильно даже тот же самый текст вот или вплоть до того что там уже как слайдами как мультфильм действительно показывает чуть ли не каждую фразу надо иллюстрации подкреплять чтобы это как-то складывалось да ты по сути ставишь какую-нибудь одну там иллюстрацию либо смысловую конечный итог либо иру какой-то всего эпизод центровой показывающий но целый кусок зачитываешь но все-таки даже эта иллюстрация дает понять с иллюстрациями они отделяют текста текста показывая начало и конец конкретных эпизодов это тоже важно с иллюстрациям проще искать в тексте да ты зная иллюстрацию быстро находишь текстом читать как вот ты найдешь не только зная если где-то себе выборку сделать где это место там какая притча или какой-нибудь эпизод а по иллюстрации друг быстренько и ты сразу находишь но если приблизительно особенно помнишь где но все равно читает намного дольше иллюстрации картинку те сразу глаза бросается поэтому конечно иллюстрации да и потом когда я все чтения записывал тоже и плюс я стал специально в текст и вот эти на своем сайте в евангельский вставлять как раз целью того что даже сейчас вы смотрите я ролик не монтирую даже вот эти все сцены которые я от меня вы видите прям все в программе делаю чтобы потом ничего не монтировать да вот и когда уже текст я просто тоже листаю те кто хочет сразу может и текст на экране видите иллюстрация и я не отдельно ремонтирую она уже там не уже проще вот так записал сколько там своего времени посвятил для этого и все потом на монтаж все монтаж это очень нудно и ты еще в разы все больше и сложнее по времени занимает я для себя как-то такой нашел формат живой записи без дубляжей да и не это очень зашло в том плане когда я монтировал это очень тоже уставал сам себя по сто раз слушаешься и пытаешься наделать да и всегда вопрос вся наша жизнь это чаша весов все решения думаешь если в этом какой смысл столько трудов тратить ради чего конечно текст это тоже труд там картинки все это но все-таки ты это делаешь раза плюс все думал потом сколько я еще буду считать перечитывать мне самому это все когда я это дело помогал вот ну то это потом остается если захочешь еще раз прочитать или кому-то показать меня такой был я же сам этим текстами пользовался в беседах там ты будешь где-то отдельно искать а то у тебя все прям в тексте поэтому картинки да я считаю это хорошо мне это очень самому заходило хочется знать если я буду чаще пользоваться синодальным переводом легко ли мне будет воспринимать его со временем что скажете спасибо за ваш труд ну за труд пожалуйста по поводу синодальной игры да будет он не будет ну раз можно прочесть два тем уж со временем зайти это все не имеет значения будет или не будет да безусловно будет мы знаем кто знает что такую жизнь чтобы ты через силу не делал не умел делать если уж просто это делать все равно это плохо или хорошо но научишься больше ты получать от этого удовольствия тоже немаловажный вопрос что раз-два-три почитаешь ты можешь даже уже более-менее нормально его воспринимать но все равно тебе будет тянуть там допустим на тот период который ты была до этого тем более тебе обоснованно даже будет тянуть после какого-то сравнения не так что ты там просто из-за того что ты была там в какой-то организации или там воспитанных где-то там родителями и вот в какой-то традиции в каком-то переводе короче будем прямо говорить библейском вот как раз подняв другой попытавшись его тоже почитать понять ты просто свой больше оценишь сравнишь ну и оценишь да какие там выводы дело даже вообще не в этом вот так что по поводу переводов я их сегодня не буду тоже прям распыляться хотя и так это это распылился много чего сказал здесь ведь комментарий был в таком каком-то контексте даже мне не совсем немножко понятно ну по можно можно нужно читать можно можешь стать и их нужно почитать с одной стороны чтобы всегда оценить все познается в сравнении даже оценить свой перевод и в качестве и в количестве и и в качестве и и в мысли да то есть насколько он там верен может быть для тебя в другом переводит именно откроются места которые там тебе закрывались а потому что вот именно они были неправильно по сути переведены смысловое искажение было за счет слов игры слов там или еще что-то и ты через тот период просто для себя откроешь ты можешь больше никогда читать не будешь ну или еще там по распрощишь для тебя многие пробелы в каком-то может быть познание терзания каким-то там вопросом тебя просто откроется без всяких толкований там без размышлений а просто прочитав другой перевод и поняв что просто не так перевели или добавили какое-то слово возьмите этот случай помните с исцелением сына бесноватого сына некого отца да нужно для всех нормальных людей там по контексту читая очевидно что об изгонании этого рода молитву постов постом неизвестно откуда вообще взявшаяся фраза ее нету не в греческих переводах древних кто ее добавил как она очутилась там никто она по контексту вообще не лепится вообще не лепится опять же я не знаю стоит ли мне сейчас все это распыляться кто хочет найдите это все на чтениях моих и послушайте посмотрите но я вкратце все-таки ладно не удержусь скажу там четыре раза идет я там подчеркиваю сюда показывать четыре раза идет все время слова вере приводит отец так иисусу горит вот твои ученики не могли слить иисус чем горит вот рот неверный и прелюбодеянный то есть грешный до ученики почему не могли мы по неверию вашему опять начинаем с иисусом где сказал он что постился перед тем как он все чему учил дело сам и дело сам все то чему учил он постился нет мы его ни разу постящимся не видим кроме того уединение в пустыне ни разу он ведет образ жизни правильные правильное питание безусловно да но поститься как там фарисеи постились до третьего часа дня или вообще там брал какие-то недельные голодовки чтобы изгнать без как современные там так называемые вожди всяких сект нет он не постится он не говорит я сейчас попощусь недельку изгоню или мне надо взять вот пост набраться сил нет ученикам потом наедине они опять подходит к нему уже написано спрашивают вот именно где-то там вечером или когда-нибудь там опять ужинали ему говорит по неверию вашему он не говорит потому что вы не постились по неверию вашему вот так вот потому что если будете иметь опять веру с горчичное зерно скажете горе сей перейди отсюда туда не горит веру и будете поститься и веру с горчичное зерно и тогда скажете горе сей низу нет такой фразы не звучит то есть а пости в течение всего эпизода вообще ничего после никакой красной линии в течение эпизода вообще не проходит ну какой пост что это за пост это православный пост иудеи постились вы узнаете как иудеи постились среда пятницы просто до обед не ели ну до трех часов там по современному времени и то это как мы сейчас верим историкам не забудь не забывайте совершу вы сейчас опять читать какой-то формат это вы кому-то читает чуть кому-то верите откуда я взял что там евреи иудеи постился там до 300 дня где ты прочитал ну неважно где сейчас даже источник уже ну там на православных сайтах неважно они откуда взяли ну какой там вася сказал профессор духовный семинарий московской питерска он откуда взял ну где там еще прочитал у другого васи 18 века вася где 18 5 века взял да где там еще прочитал 2000 лет откуда они там уже чё знают как там иудеи постилась но мы можем на современный иудаизм посмотреть я еще согласен а даже у идеи современного спрашивая как там постились его предки 2000 лет назад да он может конечно ссылаться на вот эти цепочку этих из историков насколько все это правда сейчас я и разойдусь мы сейчас тему истории возьмем вообще отдельно тем у меня есть принципе видео на теме я тогда все сказал по поводу истории это лишь вера это незнание доказать объективно никто историю вообще не может все вера причем тому из точек торты услышал ты услышал даже не все источники все твои знания ты это вера определенному источником которые тебе попали с которой ты нашел пусть даже все если там великий исследователь одного единственного вопроса в жизни всю свою жизнь положил узнать как постился иудеи у нас таких профессий люди заканчивают институт потом сидят научных этих им из налогов платят зарплаты за что фигней занимается других вас изучает чтобы еще в истории то кто в своем поколении еще одну бумажку написать что якобы он изучив тех вас вот такую вот дает информацию насколько это информация соответствует истине так что так вот и ладно уж это перейдем к библии насколько библия переведена перетолкованная переписана дошла до нас верная правильное отношение какое заканчиваю в библии эта бумажка эта бумажка бумажки людьми когда-то когда-то написана когда-то когда-то потом много раз переписаны переведенные на разные языки а в любой перевод это толкование и перетолкованный вот так вот как ним от надо относиться читать их если вы хотите любую информацию в жизни их любой информации все что доброе слагать сокровищницу сердца своего и жить поэтому а все что противно истине в вашем понимании отвергать и жить так как вы считаете правильным только такой путь может привести вас к совершенству к познанию истины к святости к богу в небесное царство любви свободы и бессмертия и 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